Так, сейчас нам надо составить стратегию развития, но ты не торопись, все будем делать постепенно. И цифры, 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 главное покажи мне цифры. Друзья, это следующее видео из плейлиста про знаки Зодиака, и говорить мы будем про знак Зодиака Козерог, его характеристики и принцип действия. И если ваш асцендент или простыми словами восходящий знак находится в Козероге, а также в Козероге находятся другие планеты вашего гороскопа, то это видео будет для вас актуально и полезно. А это канал Астрогайд, твой проводник мир астрологии, простым и современным языком, я его ведущая Александра Вощилко. Поехали! Козерог — это десятый знак Зодиака в зодиакальном круге и третий представитель стихии Земля. А так как это стихия Земля, то Козероги получаются у нас самыми стабильными и самыми устойчивыми товарищами. Это очень надежные и целеустремленные личности, которые могут добиться больших успехов в жизни благодаря своей трудолюбивости и практическому складу ума. Они обладают множеством положительных черт, и их сильный характер, врожденные лидерские качества, вообще способность к самодисциплине и желание достигать высоких результатов делают их очень успешными во всех сферах этой жизни. Козероги — это достаточно богатая и многогранная личность, которая сочетает в себе и прагматичность, и ответственность, и способность решать разного рода вопросы. То есть у Козерога нет в лексиконе таких слов, как «я не знаю» или «я не умею». Даже если они что-то не знают или что-то не умеют, то они пойдут и быстро научатся, либо организуют процессы и вот найдут людей, которые помогут решить им этот вопрос. Это люди действия и по природе своей, скажем так, решалы. Если надо решить какой-то вопрос, то обязательно идите за помощью Козерогу, потому что нет ни одного вопроса, ни одной задачи, ни одной ситуации, с которой Козерог бы не справился. И он не бросается в омут с головой, он не наводит суету и не кипишует. На любую ситуацию, на любой вопрос у него всегда есть стратегия, которой надо придерживаться, потому что мышление Козерога устроено таким образом, что даже если в моменте происходит что-то суперкризисное, Козероги все равно автоматически вот у себя как-то в голове создают пошаговый план действий, которого надо придерживаться, чтобы дойти из точки А в точку Б и не лохануться на каком-то из этапов. Козероги — это вообще настоящие мастера практичности. То есть они копают в детали и организовывают свою жизнь так, чтобы все шло как по маслу, чтобы все было продумано до мелочей, каждый шаг. Их практичный склад ума позволяет им очень эффективно решать абсолютно разного рода задачи и преодолевать абсолютно любые трудности. То есть эффективное планирование и систематичность действий — это сильные стороны Козерога. И Козероги — это настоящие труженики. Они трудоголики до мозга костей. И хлебом не корми, вот дай только поработать. И они обладают невероятной целеустремленностью и готовы прилагать огромные усилия для достижения своих целей. Им не страшны трудности, они готовы прилагать максимум усилий, чтобы реализовать свои задумки. Они не готовы проигрывать, они не готовы сдаться. Поэтому такие люди могут работать долго и упорно, и даже круглосуточно, ну, по сути, как правило, чтобы достичь успеха в карьере, в жизни, да и вообще в любой деятельности, за которую они будут браться. И они всегда идут к своим целям с удивленной решимостью, а их амбициозность подталкивает их все к большим и большим достижениям в разных сферах жизни. Поэтому их минимальная планка, она как бы постоянно увеличивается. И с каждым разом цели приобретают все более масштабный характер. Но они их прекрасно реализовывают, и решительность козерога как раз-таки помогает преодолевать разного рода препятствия на пути к успеху. И это не тот знак зодиака, который чего-то стесняется, боится, или долго как-то будет раскачиваться в каких-то сомнениях. Они решения принимают быстро, и точку B, которой надо идти, тоже устанавливают быстро. Единственное, что чем масштабнее цель, тем длиннее будет путь по ее достижению. Поэтому козерогу просто надо немного больше времени на продумывание вот этого каждого шага в этом плане, то есть на качественное планирование вот своей стратегии по достижению цели. И козероги не торопятся с принятием решений. То есть они обычно тщательно взвешивают все за и против перед тем, как действовать. Но это не значит, что козерог — какой-то тормоз по природе своей. У него просто практичный подход к решению вопросов, основанный на здравом смысле и прагматизме. Они даже, как бы сказать, склонны к сдержанности и к осторожности в своих действиях. И они не склонны к риску. И вот предпочитают все-таки хорошо продумывать каждый шаг, чтобы избежать каких-то недоброжелательных последствий. И не надо сесть в суету вокруг козерога и вот нервировать своими, типа давай быстрее, давай быстрее. Козероги хорошо понимают ценность времени. И они стараются также эффективно распределять свое время. И, кстати, вот вам всем на заметочку, это самый пунктуальный знак зодиака. Поэтому на встречу с козерогом старайтесь не опаздывать. Они ценят свое время, они ценят время своего партнера. И если вы опоздаете, то козерог может решить, что вы его не уважаете. И тогда в глазах козерога ваш образ может приобрести репутацию ненадежного человека. У козерогов очень сильно развито на самом деле чувство долга и чувство ответственности. И у них есть такая очень классная черта. Они всегда доводят начатое до конца, что бы то ни было. За малейшим исключением они могут оставить какие-то задачи незавершенными. И то на это должны быть какие-то весомые причины или обстоятельства. То есть козероги — это люди слова. И тут применим принцип. Пацан сказал, пацан сделал. И они реально делают многое, чтобы выполнять все свои обязательства, взятые наперед перед другими людьми и взваленные на свои плечи. И мужчины-козероги по природе своей реально, ну, как такой богатырь, настоящий мужик, который решит абсолютно любой вопрос. Ну, по крайней мере, такой вот образ мужика, который навязан нам нашим воспитанием. Но и девушки-козероги по характеру им абсолютно не уступают. Даже несмотря, что внешне они могут быть, ну, скажем так, как милые одуванчики, девочки-ромашки, то по характеру это все-таки железные леди. И которые, вот, собственно, своей трудоспособностью, своей практичностью тоже дадут фору любому мужчине. И в целом козероги очень организованные и достаточно структурированные ребята. Поэтому отлично справятся с руководством и управлением компании, например, или отдела какого-то. Это очень серьезные и практичные руководители и менеджеры, которые работают именно на долгосрочную перспективу. И которые работают на результат. А результат должен быть ощутимым, чтобы все сказали, ну, класс, неужели такое возможно? А все почему? Ну, потому что социальный статус и успех имеют большое значение для козерогов. И это не пустые слова и не какие-то там мечты. То есть козероги готовы вкладывать много усилий в то, чтобы достичь высокого положения в обществе. Им важно общественное признание их профессиональных заслуг. Даже не столько материальный аспект движет козерогами, как в первую очередь получение вот этого социального влияния, что я тут лучший, это моих рук дело, это вот именно мои достижения. И я профессионал своего дела, и всего этого я тоже достиг сам. Причем им нужна не просто похвала и лезть в их адрес, а реальное признание, основанное на фактах и трудоспособности. Поэтому они, собственно, и пашут как проклятые, не покладая рук. И именно вот получение вот этого авторитета в социуме, вот этой влиятельности и является основной мотивацией для козерога. То есть ими движет больше нематериальный аспект, который поможет попасть им в определенные круги и развяжет руки для совершения более глобальных проектов. А вот финансовая часть, это, скажем так, просто хорошая плата за потраченные усилия. И, конечно, плату за свои старания и услуги можно получить, ну, вообще в этом мире разными инструментами. Но все-таки козероги предпочитают больше получать в денежном эквиваленте и не париться. Но козерожья дисциплина также проявляется и в финансах. Козероги умеют управлять деньгами и достигают финансовой устойчивости и финансовой безопасности. Они умеют хорошо зарабатывать, но, по сути, это следствие их работоспособности. И как результат, конечно же, у козерогов очень развито чувство материальной ценности. И они находят удовольствие в красивых вещах, причем вещи эти должны быть реально хорошего качества. То есть не просто модный какой-то сезонный ширпотреб, а достойные материалы, которые прослужат долго. И это проявляется во всем. В одежде, в интерьере дома, в местах отдыха, куда они могут поехать. И несмотря на то, что козероги могут быть очень скромными, все равно вещи должны как-то подчеркивать их статус и солидность. И если это квартира, то квартира в хорошем, солидном районе. Если это телефон, то с большой вероятностью это последний айфон. Если это автомобиль, то тоже немецкое качество в хорошей комплектации. И козероги, они стремятся к стабильности и надежности вообще в своей жизни. Поэтому и пытаются обезопасить себя и создать тыл с разных сторон. Будь то личная жизнь, будь то работа. То есть у них однозначно есть большой круг контактов, но близко к себе они подпускают не всех, а только тех, кто не несет опасности. И тех, с кем они прошли и огонь, воду и медные трубы. Поэтому козероги очень ценят моменты, которые записаны в истории их жизни. И им всегда есть что вспомнить и рассказать. Они ценят традиции, какие-то семейные обычаи. И козерогов по праву можно назвать именно семейными людьми. Они очень преданы своей семье, своим близким. И люди, которые вхожи в их близкий круг общения, они тоже становятся их семьей, с которыми козероги готовы разделить все горести и радости своей жизни. Также козероги имеют страсть к музыке и искусству. И они могут быть музыкантами, художниками, или иметь какие-то другие хобби, связанные с творчеством. Они любят петь в караоке. И в целом могут быть заводилами на любом празднике жизни. И даже вот сейчас я вас немножко шокирую, но несмотря на свой прагматичный характер, некоторые козероги могут иметь интерес даже к мистическим и духовным практикам. То есть они могут искать глубокий смысл в вопросах веры, в вопросах духовности, заниматься йогой, медитациями, и также проявлять интерес к астрологии. Но астрологические знания, они не то, что принимают на веру, а они с определенной долей скептицизма принимают эту информацию, анализируют ее, накладывают на свои жизненные ситуации, обстоятельства, и потом очень успешно используют этот инструмент для стратегического планирования своей жизни. Ну, собственно, как я всегда и рекомендую делать, за что я бьюсь. И вот если мы также с вами поговорим про отношения, то козероги — это отличные друзья и партнеры. И они всегда готовы поддержать вас в трудную минуту, и окружающие люди ценят козерогов за их надежность и преданность. Если они дают обещание, они его выполняют, ну, по крайней мере, стараются выполнить, если приоритет не будет смещен на какие-то другие вещи. Но, конечно же, в любом правиле есть исключения, и достаточно в редких случаях, наверное, в одном из 20, козерог может забыть про свое обещание. Также такие люди обладают сильным самоконтролем и умеют управлять своими эмоциями, что позволяет им даже в самых сложных ситуациях сохранять спокойствие, хладнокровие и рациональность. Поэтому и на конфликт козерога очень сложно подписать. И даже если конфликт случился, козерог возьмет на себя вот эту руководящую позицию и начнет разруливать, объяснять и раскладывать вот все по полочкам, что есть что, откуда как бы растут ноги, и вообще что надо делать, чтобы выйти победителями из этой ситуации. И причем они сохраняют принцип win-win. То есть этот принцип им близок, и по-хорошему все должны быть на коне. Также козероги ценят честность в отношениях, и они придерживаются моральных принципов, ожидая того же от окружающих. Но при этом, несмотря на всю строгость своего характера, свои врожденные принципы, у козерогов отличное чувство юмора. И они умеют находить веселые моменты даже в самых серьезных ситуациях. И хорошо, конечно же, козероги будут чувствовать себя в компании зимних знаков, то есть среди козерогов, тельцов, дев, потому что им интересно будет обменяться идеями вот этой применения практичности в жизни и устаканивания тех либо иных вопросов. Но кармически все-таки козероги больше связаны с раками. Это такая абсолютная противоположность козерога. И в такой паре, конечно, козероги выступают как безэмоциональные сухари, ориентированные только на успех, статус, авторитет и практичную жизнь. А вот раки покажут козерогам абсолютно противоположную сторону этой жизни, полную ощущений, эмоций, чувственностей. Потому что не все должно поддаваться расчету и какой-то стратегии. А иногда надо просто довериться и плыть по течению. Но это мы с вами будем обсуждать в других видео. Поэтому обязательно подписывайтесь на этот канал, посмотрите другие видео из этого плейлиста, чтобы лучше понимать своих родных и близких. А с вами была Саша Ващилка. И до новых встреч! Ну давай посмотрим ваш бизнес-план, что вы мне тут нарисовали.